всем привет дорогие друзья всем привет сегодня мы будем делать обзор на карту так будем смотреть на карту значит варка по 179 проходил он с 12 июня по 18 июня и мы ее оба наверное не играли я но это поиграл я больше чем я думаю я мало играл ну ты знаешь там про какую-то срезу я про эту слезу не знаю поэтому ну давай наверное я тогда начну если я совсем не играл в общем-то являемся то мы здесь фристайл сервер потому что все заняты не обращать внимание тут этих оружий нет 200 200 у вас тоже нет я к сожалению наверно просто да карта стрейф появляемся мы в такой комнатке и старт лидера я по-моему вот здесь начинаются но у нас его нет ну и собственно что да нет sky нет значит skybox и нет текстурки легкие приятные светлых бежевых коричневых тонах стрейп 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 у нас наверно ой слушай это верно как-то использовать может хотя вряд ли рампа рампа еще рампа но это наверное ой это не то рампа так это у нас такая же рампа тут у нас джемпад джемпад с водой я так понимаю он полностью натянут джемпадом то есть нельзя будет на него просто где-то сбоку обойти и прыгнуть сделать дабл джамп так далее у нас перекресток небольшой тут у развалины висящий воздухе почему-то ну тут дачу все воздухе ур-7 висит номер 7 как как всегда в своем стиле человечки кстати прикольные ребра такие как будто им как будто их же патологоанатом повидал столбы столбы башня а в башне у нас ничего очень жаль 7 разочаровывает ну такая достаточно прямолинейная карта кого не особо не развилок ничего нет тут у нас тоже скалы ну и тут я так понимаю финиш ну и примерно если быстро тут у нас вот это вот скимица это понимаю тут дабл джамп случайно прикинь сейчас вы словим а ну вот он наверно вот это срезала будет основная то есть вот сюда до рампы исходя из топа в принципе да там time такой что ну и собственно я даже не знаю нет я не знаю честно говоря что тут вообще показывает энтер ее больше играл он может наверно по стабильнее дорожку показать это у нас даже вода странно внизу как будто не вода потому что ты на полу стоишь то есть когда-то воздухе тогда по земле у тебя включать такая карта как стрейк и стрейк были насыщенные варкапы с рокетами комбо стрейк этот стрейк как раз расслабон ну что я теперь могу про это сказать карта простенькая без skybox а без всего ничего не двигается один джампа так и понемножку стрейк ожидал что она будет чуть-чуть получше но так получилось из таких интересных вещей на карте можно единственное вот этот ским заметить заголовки маяц и прыжков вот эта яма если имеется много скорости то в нее часто приземляют приземляешься то есть надо или прям стрейк так чтобы перепрыгивать ее либо вилять налево-направо чтобы приземляться вот сюда куда-то вот потом направо там меня потише сделай вот дальше у нас вот эта рампа который к сожалению тоже получается приземлить где-то вот сюда и потом прямо в рампу втыкаешься но это сбавляет скорость и ну в общем почти всегда если на ней сделать дабл джампу дабл джампу прыгается почти ну то есть если притормозить то с дабл джампа ты приземляешься вот куда-сюда на этот уголок а если не тормозить то ты втыкаешься в рампу потом пружок уйдет сюда и с поворотом то есть ну по времени хотя то же самое получается то есть либо там тормозим либо здесь более такой округлый поворот ну да здесь у нас вообще ничего хорошо здесь этот джампат он прямо целиком затыкан триггером и вообще никак на него рампу не изрезать то есть ты летишь куда-нибудь здесь зацепляешься уголок и джампат тебе любую скорость который ты имел он ее обнуляет и делать тебе 900 там с чем-то скорости и подверг подкидывает ну типа того даже с нулевой скоростью долетается ну и со скоростью 1100 тоже точно также долетается поэтому сразу после джампада приходится начинать опять стрейфить заново набирать ограбленное так что здесь чем можно отметить то что при приземлении в зависимости того куда ты приземлишься то ты приземляешься либо на передний уголок либо на верхний уголок и чем выше ты зацепишь джампад то есть если верхние его точки то то я приземляюсь от почти вот до этого уголка долетаю а если нижней точки то там в общем по пушкам совсем другое получается так ну то есть вы срезать ту часть карты намного лучше будет если вышипать как бы выше залететь на джампад в зависимости от дорожки потому что разными дорожками раньше по-разному дальше прыгать получается то есть если на ближний краешек приземлиться то приземляюсь и куда-то вот сюда и здесь можно из косов прыгать если повыше то в общем приземляешься необязательно вот до этого уголка еще фигуре тишь тоже куда-то вот сюда получается приземляться и дальше по пушкам тоже как-то все неоднозначно вообще у меня получалось то что прыжки идут как раз по вот этим вот по вот этим фигуренам да потом вот сюда по моему на уголок этот уголок или вот сюда получается допрыгнуть им следующее идет либо вот сюда либо вот сюда либо прямо очень крутых стрейферов вот сюда но я до сюда вообще не налетал к сожалению но это очень тяжело да там помогаем и всего три человека ты сделал и случае если ты приземляешься куда-то сюда по прыжкам получается что прыг идет куда-то вот вот сюда вот в этом районе и вот дальше куда прыгать фиг знает либо делать вот такой треский зигзаг налево направо и скорость теряется теряется либо падать вот сюда либо в общем не знаю что можно делать с рейхом взяли нужно наверно приземлиться на рампу потом вот сюда и вот этот уголок наверно но я не скажу как правильно в общем и дальше туда стрейф до финиша ну тут в общем на залог успешного прохождения это самая прямая траектория получается то есть чем меньше выделять очень новый тайм я ведь не стрейфер я просто и и в начале из рампы вот этого притормаживания я можно начинать как прямо с самой стенки так если даже делать прям full циркл самого начала то все равно точно так же приземляешься перед этим уголком либо сюда либо если ты прямо самого края то вот сюда и все равно скинуть свой доголок но лучше от самого края по логике то что ты будешь зацеплять старт триггер с большей скоростью сейчас не получается нормально стрейфить вот здесь я обычно в яму приземлялся вот я воткнулся в уголок у меня сейчас вообще очень маленькая скорость да да тут почти так получается не собрал не собрал не собрал знает роутер на самом деле немного играл здесь стрейф стрейф не особо и круто как бы тем более что я что интер мы это больше больше все равно пушки играем я сейчас очень медленно дорожка пробежал но там по прыжкам намного быстрее надо все это делать и лучше строить как суждение штанте как не сделано ладно так ничего давай тогда смотри демки давай перейдем к дему лям к нашим так я варкап варкап и 179 начнем с ваку 3 к сожалению его который не играл поэтому мало чего не могу рассказать а в уку 3 то же самое кстати по идее ну я не знаю насколько мне кажется можно было попробовать что-нибудь прохождение хорошее сделать надо было хоть попробовать подпыгать я может поставил бы что нибудь ну да начнем с мозгов из беларуси мозгов чувак 31 секунда посмотрим фреймплей да в цпм на самом деле много демок целых 15 пришло нормальная демка фреймплей да ну видно чувак новенький принципе очень даже неплохо я бы сказал ну хотя надо конечно посмотреть в целом как он играет но у меня ощущение что он мог побыстрее пройти буквально еще там раз 5 пробежаться и было бы быстрее 21 место отточить некоторые моменты ну чтож дальше у нас идет демка тувана за 26 секунд быстрее на 5 секунд смотрим плей вона очень старая версия дефрага 19108 чувак если ты посмотришь это пожалуйста на дфру на главную где демки варкапа у нас и результаты варкапа там есть новый дефраг цель можно скачать и просто заменить то есть распаковать папку дефрага ну по идее демку наверно он не должен был принимать да ну суши прошел классно срезал можно было смело ну исходя из следующих таймов можно на следующий темк от фиоса за 22 и 2 посмотрим плей так слегка можно было и получше можно было попробовать стики здесь сделать буквы 3 ну да кстати я не думаю об этом ну прошел хорошо хороший фрейм джамп на карта ждать его он бы не фиксит 0 сек 0 но здесь дайте где-нибудь пишет и лоб свечения не она бы не прошла с рандом новым я сейчас быстренько дома то и посмотрел давай думаю вверх ну нет хотя казалось что вроде как и мог бы вот 970 80 90 0 1 2 а там 960 с притормаживанием мне кажется все-таки словил и 1200 а за счет грамм фрейма да да он притормозил и прыгнул потом после притормаживания так что это демка с оба родину это инвалидная получается да да вот чувак если играешь на таких картах ставь дф сейчас даже пропишу дф оба kill ops 1 она убивает оба на таких картах и если у тебя случайно будет об то у тебя не будет вот от фиоса далее дмк дмк регант 22 и 0 72 посмотрим play стрельба всяких рандомных обувь между прочим зеркал получше ну в принципе начало намного получше со скинул стенку классно здесь там еще буковка б горела это по-моему там без рампа 22 и 0 я на хорошо очень дорогой классно я еще раз гляну быстренько тоже буховки б уточнил у нас это валидатор теперь не знаю считается ли это не по идее это как бы преимущество а где там это бета после джемпада у кого ну вообще там где эти опыты где они воли у фиос фиос ловил после джемпада там скорости было много с него ну как бы он джемпад от на раунда рандомной высоты подлетел значит с него рандомный опыт да вот а вот бригант я даже не знаю у него там с двух рамп он вроде прыгать точнее с одной рампы потом был вот вот такая не знаю он там тоже очень сильно притормозил то есть гранд фрейм делал после этого приземления не ну по сути все равно дает преимущество по идее может блин как я не помню как посмотреть было ли киевки лопс записан в конфиге но я тоже не знаю можно сделать валидейшн по моему он твой сейчас демка быстренько пройдется до финиша и сейчас да извиняюсь что так приходится сделать system reports data time map физика вербался с 1 то есть они включены получается ну да да следовательно еще раз я не знаю на дфц например такие оба сами кровами не принимали были здесь по идее не должны приниматься вот он прыгать на рампу два раза потом буковка б горит с которой он притормаживает и поворачивать направо и второй раз но это уже такие об считается на него пофигу в принципе я не против разрешаешь наверное там очень-очень маленький гранд фрейм который практически все равно ребята это с тактики лопс 1 чтобы не было такого особенно на страйф картах потому что как бы это не дело да и если рампы есть то это намного удобнее так далее следующая демка кто там у нас идет и в ух и бабу 22.0 а бригад с этим втором месте был и бух до 1 19 9 быстрее еще на 2 секунды вал посмотрим play сейчас интересно cpm тоже будет дохрена обувь хотя нет там там же без без гранд фреймов отлично заскимил без гранд фреймов здесь прям до рампы да это жесть рекорд на фрейм лов офигенно сейчас я померяне сделаю давай сколько 05 0 . 5 что у нас тут у нас тут отличный церкл как два раза на рампу поднимился потом он соскинул все что можно очень хорошо этот уголок да без гранд фреймов дотянул как бы поворотом здесь с прыжка до уголка дотянул здесь еще гранд фрейм очень хорошие у нас здесь на 800 и здесь аж до этого на 800 я не знаю там моргнула буковка б когда он гранд фрейм делал на наклонный но все равно он очень прям последний пройденный ну очень классно но тут этот рандомный опп не даст столько преимущества сколько хотелось бы а он бы мне кажется с рандомного оппа вообще проскочил не получилось сделать на наклонный вниз ранд или получил фиг знает ну в общем поздравляем и выхода с стопом бриганда стоп 2 фиаса стоп 3 все молодцы и переходим к цпм дэнки начнем с патронуса патронус это прям прям гарри поттер 32 и 6 клей на секунду медленнее чем последнее место лаку 3 посмотрим или быстрее дочку там 30 31 ой тоже ну патронус кстати тоже новенький он два раза притормозил зря мог не притормозил и здесь еще притормозил и еще раз притормозил он думает что этого кодрофизика он стрэфится как внутри и даже не знает что можно заворачивать где-то он знает он уже поопытнее до места вот чувак уже на новом дефраге кстати сидит 1 1 1 1 1 25 да так ну чтож патронус это это в себе физика дальше сколько у нас там 19 и 9 на следующий до медленно дальний слон ладно посмотрим play вышел 20 секунд вроде как хорошо ну вроде когда интересный циркл да вот он хоть знает то что это себе физикой можно не заворачивать да зацепил уголок чуть чуть ну так на верочку попрыгал лишь бы не упасть как бы а в целом набирал скорости хорошо пострейфил неплохо притормозил немножко в конце и скорость совсем не набирал мне кажется он мог немножко пострейфить немножко в конце было бы получше ну ладно дальше кто у нас гоганавт нет да подожди табуку 3 да гоганавт россия 18 8 play побыстрее на секунду почти ну на 900 секунду и один нет а да 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 левый циркл не стандартно тоже знает что цп как ни странно затроллили бедного патронуса поворачивал кнопкой вперед он здесь в принципе набрал тысячи с чем-то после рампы после джампада и потом просто сохранял эту скорость я бы посоветовал попробовать немножко пострейфить не тупо стрейфить да вправо налево как бы это нелогично звучало но немножко пострейфить не повредит вот дальше у нас саркант так у нас 17 3 снизу просто я как бы не пропустить они в последующем четвертое место да 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 не я если что саркант 18 352 быстрее на 0 5 посмотрим плей на 0 5 охоты крепкого быстрее тоже интересная личность раньше не видел интересный кстати нормальный циркл большой сенс сразу видно что сенс да он не скимил уголок наверное не знал что ли не ну может как то не додумался не догадался всякое может быть но прошел кстати да ну прошел классно ну я я подозреваю что саркант это кто-то из отцов но давно не игравших как бы ну что такое ну я не видел может фейк может быть не могу сказать дальше у нас рикоше 18 106 8 быстрее еще 0 2 посмотрим play тоже чувак с невообразимо высоким сенсом ну прям видно трясется тоже не скинул уголок 3 3d эффект у него не получился у него был рандомный окна рампе ну да да чувак сколько не вы тем не менее он перебил сарканта сейчас я покажу в каком месте там лоуджамп у него получился здесь 1300 1000 1060 хоть он прыгал по рампе у него скорость не уменьшилась поэтому лоджанп да так как это лоджамп должно считаться не валидной но это тот же рандом на рамке так что тот же рандом и он кстати дает достаточно преимущество ну да особенно по спейсингу ээээ далее что у нас далее 18 1 18 096 посмотрим play да все тот же старый добрый 1.9108 тоже не скимил не допрыгал до скима вот вот кстати это вот вот эти вот все рандомные обы можно списать на маппера потому что сейчас уже давно есть опция насколько я знаю маппить новая новая в том то и дело что можно с ноуоп текстурами ну маппить и но опов не будет так что это больше вопрос к мапперу нежели к игрокам игроки то возможно даже ну многие я думаю не знаю даже что ну да что такая штука есть да хорошо хорошо дальше 17 696 хардкор россия play трейд моделька мажор ищет хороший добл джамп сразу на джампад хороший стрейк хороший хороший стрейк пытается поймать типа зону после джампада на два фрейма это займ по моему он говорил займ читается это бывший член клана пг кто такой помнит знает enter знает наверное очень интересно решил не скинуть его здесь чуть чуть ну ой кстати прошел на мой взгляд прошел лучше но тайм как бы не особо отличается но в целом прошел мне кажется лучше очень хорошо что вернулся может быть у него концовка была чуть получше ну или концовка да получше была так ладно дальше у нас идет time avenger 17 и 320 быстрее на на 0 3 да смотрим play что нам покажет советский defrager ну в принципе я думаю то же самое будет потому что 300 интересный серкал был не скимил угол в принципе по набору скорости вообще претензий нету набирает как может пропустил пропустил рамку но тем не менее да я просто набирал нормально да неплохо в принципе пройдено ну что ж дальше dss вроде да он да 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 ну да одна одна оффлайн видимо аякс не знал видимо аякс не знал аякс не знал но почему я ники только раз ники потому что в онлайне записывается демка с твоим именно df name а в оффлайнер нет это понятно просто чувак то один ну это значит к бриганду претензии а не к дефрагу нет ни к дефрагу каяксу нет это к бриганду потому что он лишь две демки в одной демке dss во второй бриган тобину значит кто виноват кто то из них хе 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 г�� кого то есть расстроение личности у бриганду да обнаружена шизофренией так хорошо ээров следующее тоже дремя нет дрем нет дрем 256 �� declare нет три претензии каяксу потому что я Progress что он не усилил ему прислал один чувак прислал две демки одна лучше откуда он знает что это как одного человека демки ну потому что там видно кстати нет в чем вина бриганда с одной стороны он в онлайне играется он играет постоянно с одним ником просто одну демку записал в онлайне одну оффлайне с ником dss в онлайне не знаю короче недопонимание со стороны а я к среду пройдено было неплохо очень хорошо зона вроде попадал где нужно тут в принципе плохого уже ничего не скажет а ему уже хорошие пошли дальше как раз триганта онлайн оффлайн play видишь у него dss просто почему-то он в онлайне пишется вот как я присылал да это был джампл да это был джампл а помнишь этот прошлый варкап у меня там был немойника типа это подожди это был этот как это называется чего как он прыгнул можешь сам посмотреть он прыгнул на рампу на рампе застоп сделал кое на ступеньки ступенька была наскосок вверх это фанки джамп дай-ка еще разок прикольно я не знал что на этой карте можно его найти но офигеть бриган сам мирный не знал да ну вот он прыгает 1130 1140 150 на рампу 1108 а потом 1130 то есть он 30 упсов 20 30 упсов просто получилось за того что прыгнул на рампу на такую вот в общем это разрешенная такая штука да фанки бригад ну подробнее думаю других видео мы расскажем тема прикольные карты интересные есть на эту тематику дальше дальше у нас идет 2 пеньги энди вейв пеньги больше беларусь больше 16 9 посмотрим клэй это уже топ-3 насколько я понимаю поздравляем энди стоп 3 принципе чувак растет он реально начинают все лучше и лучше стрейфить не его даже перегнать бывает не знаю предлагаю но он видно уже четко так тык 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 по всем зонам дальше босс 16 488 быстрее еще на полсекунды вот должен быть очень хорошая демка уже топ-2 поздравляем тебя монтер если ты посмотришь а если не смотришь все равно поздравляем кружками начал мог сделать классный классно сделал далеко залетел я вижу он держит и уже пострел по кружкам вообще все отлично почти топ-1 что поделать да ну чтож смотрим топ-1 демку торнера плей побыстрее на соточку заслуженно урвал просто из-под лап из-под лап монтера без всяких крит джампов и допингов срезал угол в принципе ну типа если относительно монтера вот перепрыгнул эту яму с дабл джампом почти долетел сразу на верхнюю точку этого джампада и здесь тоже на нижнюю часть стоит рампа ну классно классно красиво давай еще помедленнее скейл 05 плей что тут можно сказать классно у нее получается попадать в зоны ну да да вот в эти зоны снаппинга у него очень хорошо получается попадать с каждым прыжком он набирает все больше и больше вот здесь он почти дабл джамп сделал на залетел сразу через яму кроем джампадом и вот с этой скоростью он набрился допрыгнуть до рампы вот это вот да ну прошел очень классно заслуженный топ-1 наконец-то у нас заслуженный топ так как обычно я переключаюсь на браузер вот принципе здесь размещены демки варкап 179 вот можно их скачать и сейчас стартану новый competition у нас на карте sm9 кайрос от кайроса карта достаточно старая насколько я знаю но интересная так что все играйте присылайте коробки плазма все кучу всего есть присылайте демки будьте курсе всяких новостей дефрага о том что типа новый дефраг вышел все такое я хотел я хотел глянуть на длительность карты просто так 43 ну это так может 45 кого-то будет может 50 может может выкутри там вообще не или должна быть выкутри по моему около минут что там 55 вот ну что ж дем мы ваши ваших демок присылайте будем смотреть будем разбирать будем показывать в следующий раз карту вот всем удачи тогда всего хорошего всем спасибо всем удачных рекордов всем пока